А сегодня чё? А сегодня учимся. Снова. Да, блин. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. И сегодня у нас новое обучающее видео. Точнее, не совсем обучающее, это больше всё-таки обзор. Что же мы сегодня будем обзорять? Сегодня мы будем делать обзор на один из лучших, по мнению многих-немногих, плагин для обработки вокала, а именно изотоп-нектар, третий. Это говорит о том, что есть и второй, и первый, но мы сегодня смотрим третий. Итак, прежде чем мы начнём, я вам напоминаю, что у нас есть Donation Alert для подачи на Rollton. Вы можете также записаться на занятия вокалом в нашей школе и можете поставить лайк этому видео, потому что будет сегодня очень интересно. Для начала давайте заценим с вами, что нам говорят про изотоп-нектар в целом. Изотоп-нектар версия 3.1.0, VST, VST3, Aaxe, RTAS, X86, X64. Дата выпуска 3.8.2019, версия 3.1.0, разработчик изотоп, сайт разработчика изотоп, формат VST, VST3, Aaxe, RTAS, разрядность 32-bit, 64-bit, таблетка вылечена, слава богу. Системные требования Windows 7.10, размер 94 мегабайт. Представляем нектар 3, самый сложный набор инструментов, предназначенных для вокального производства. Обращайтесь к каждой части вашей вокальной цепочки и за считанные секунды получите профессионально звучащий вокал с новыми функциями машинного обучения, потрясающими визуализациями и многим другим. Ну, насчёт сложного инструмента это мы сейчас посмотрим. Итак, давайте посмотрим воочию, что из себя представляет изотоп-нектар. Ещё хочу подметить такой интересный момент, то что каждый, сука, вокалист должен помнить, что нельзя записывать вокал с эффектами наголо. То есть, вначале мы записываем дорожку, а потом только накладываем эффекты. То, что я сегодня буду, опять же, наголо показывать вам, как работает изотоп-нектар, это не считается, потому что вы просто посмотрите, как это всё выглядит и как это всё звучит. А дальше вы уже сами решите для себя, нужен вам этот плагин, не нужен вам этот плагин, какие вам пресеты понравятся, какие нет. В общем, дальше самостоятельно всё делайте, короче. Вы взрослые, умные люди, между прочим. Так, что же из себя представляет изотоп-нектар? На первый взгляд, на первый взгляд, нас встречает вот такой вот ласковый интерфейс, который состоит из трёх инструментов. Пишу их больше, на самом деле. Конечно же, их больше. Это компрессор. Мы же знаем, зачем компрессор, это понятно. Давайте пройдёмся по тем, которые мы с вами не знаем. А именно, DSR. Что такое DSR? DSR убирает у нас букву S. Смотрите. То есть, это специально для того, чтобы убирать излишние шипящие звуки, если, допустим, вы шепелявый или вы хованский. Дальше делаем, мы с вами знаем. Dimension. Что такое Dimension? Несмотря на своё название, Dimension – это банально Flanger, Fuzzer, Hoar. Именно в такой последовательности. И ни в какие он измерения нас не отправляет, таки, Dr. Strange. Он просто добавляет нам вот эти вот эффекты. Эквалайзер мы с вами знаем. Gate. Gate – это, ну, вы знаете сами, это шумодав. Ну и, собственно, конечно, вы можете это всё настроить. Всё в ваших руках, ногах и также в изотопе. Что такое Harmony? Ну, гармонайзер, грубо говоря. Для тех, кто не знает, объясняю. Он накладывается на ваш голос такой эффект, что типа вас несколько и не все с вами попадают в унисон. Мы вот такую компанию можем здесь на схеме расставить и расставить, насколько они в нас не попадают. И вперёд давайте выдвинем вот плюс 12. Получится вот такой вот голос. Дальше. Reverb и Saturation. Что такое Saturation? Вы, собственно, сами слышите, что такое Saturation. И так же можете этим пользоваться. И так же можете этим пользоваться. Почему нет? Вот. Так, ну, скучная мат-часть у нас закончилась. Теперь время кривляться. Тут же, конечно же, есть пресеты, то есть наборы настроек, которые можно использовать. Ну, в основном мы с вами рокеры. Давайте посмотрим, что есть из рока вообще. Вообще-вообще-вообще-вообще-вообще-вообще. Вообще советую Classic Rock, конечно же, потому что все мы любим дилеи на вокале. Под дилеем не слышно наш хлаш. Edge Lead, допустим. Epic Ballot. И Metallic Lead. Если вы послушаете Lamb of God, Randy Blight свои дорожки примерно вот таким вот чем-то закручивает. Здесь есть также много эффектов, ну, так сказать, на поболоце. Вы знали, как звучит дочь Дарта Вейтера? Теперь знаете. Робо Арми. А вы слышали, как звучит бог? Что касаемо монологовой части, когда вы просто записываете свою речь, в целом советую использовать пресет-аудиобук. Если, конечно, вам нужно что-то поярче, вот вам подкаст Рэйди. Почему нет? Ну, собственно, мы с вами побаловались за топ-нектаром. И какие выводы мы можем сделать? Достаточно интуитивно простой интерфейс. Простые инструменты для обработки вокала, которые ясны и понятны даже дебилу конченому. Ну, особенно мне. Ну, и он есть и как в пиратской версии, так вы можете задонатить, а сейчас вы не можете задонатить. А на этой ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про Donation Alert. Пожалуйста, я Rollton хочу, не могу. И всего вам доброго. Все нужные ссылки, кстати, будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok